А вот вам посылка какая-то. Да, от всей души еще раз поздравим Международный день почты всех, кто связан с этой областью. Ну и вот хорошо было бы, если бы вот такую посылочку действительно прислали бы, вот такую вот. Ой, тебе не жалко? Прислали. Нет, ну ты сейчас думаешь, что он вот в коробке бы там где-нибудь долго ехал. Нет, просто пришел, пришел и сказала, девушка, вам котика. А можно сделать по-другому, девушка, идите за котиком, заберите и обратиться в хатико общества о помощи бездомных животных и спасти вот таких милых. Милых, я даже не знаю, как это, девчат, мальчишек. А мы сейчас как раз у Виктории Меликевича узнаем, кто у нас девчата, мальчишки, и что за очаровательные такие пушистики оказались в наших руках и требуют заботливых, нежных рук. У меня уже все прилег поспать, по-моему. Ну вот так и повезло, что это у нас была маленькая посылочка. Интересно. Что у нас есть в коробочке, точнее не мы, а дети, они с ними тискались, игрались, как с игрушками маленькими. Поэтому мы решили, что не гоже с жирным существом так обращаться. К сожалению, их было пять, но достать нам пока удалось только троих вот этих вот в процессе все еще. То есть не так давно мы их привезли. У вас, получается, мальчики. А у меня вот самая беспокойная девчуля. Она у нас самая... Беспокойная, но зато, мне кажется, она так удобно у вас устроилась. Да, она самая мишная, такая маленькая рысень, вот такие кисточки тут. А можно как-то определить, у них есть какая-то порода или просто кошки? Да, мне кажется, они... Они просто такие... Разве для друга нужна порода? Ну просто идти, просто идти. Интересно. Интересно. Интересно, да. Ну вот у меня уже все, у меня даже уже не кричит. Он так привык и привык и прилег. Даром, что мальчишка. А у тебя есть дома кошка? У меня не... Ну просто есть кошка, у меня есть две. Кот и кошка. Да, и папа сказал, что если мы принесем еще животных в дом, нам придется выбирать. Или они, или мы. Поэтому... Скажите, пожалуйста, а много ли вообще людей, которые отваживаются завести второго питомца, уже те, кто к вам обращался? Допустим, приходят, ну брали, к примеру, щенка на участок домой, если вдруг живут в своем, в частном секторе, а потом приходят попозже за кошечкой. Да, конечно, у нас все, кто с нами работал, когда-либо знают, что мы очень ответственно к этому подходим и всегда стараемся подобрать именно такое животное, которое подходило бы вам по характеру. У нас есть в том числе испытательный срок, то есть вы можете взять на некоторое время животное, посмотреть... Ну нет, например, иногда берут в семью второе животное, вторую кошку, да, и смотрят, как они друг друга будут вести. И иногда там другие животные, которые уже есть в доме, начинают стрессовать, очень переживать, и поэтому иногда возвращаются. Ну, наверное, каким малявочкам никто не ревнует, ведь есть у всех материнские инстинкты. Да, наоборот. Взрослые кошки особенно. У меня как раз маленького котенка принесли, когда уже кошка была взрослая, это был просто взрыв эмоций. Она вообще не понимала, почему она была одна, а сейчас она не одна в доме. Это не как у людей, они в этом плане, наоборот, очень ревностно относятся к своей территории. Ну, как бы, ну, не все, конечно, я думаю, что есть исключения. А вот у меня такой вопрос, а их лучше, ну, не то чтобы лучше, а как вам кажется, оптом всех троих забрать, чтобы они вот уже как жили вместе, как родились, так и дальше продолжали жить? Или можно и по одному разобрать? Ну, мне кажется, пока они маленькие, все же лучше, чтобы они кучкой жили, то есть, когда они там по одному, начинают плакать, скучать, как-то им играться, не есть чем, да. Они начинают с вами играться, с вашими вещами, там, все портится, а вот с друг другом они так и бесятся, у них там свои бои, у нас девчонка самая задиристая, она любит. А какая? А мальчишки отличаются покорностью, да? Да, вот рыжебеленький мальчик у нас вообще такой спокойненький. Никто, что он подкаблучненький. Его прям придавило в хорошем смысле слова стало со мной. Ну, это же идеальный будет питомец тогда. Он будет послушный, спокойный. Вообще, мне как собачнику кажется, что кошки, они такие, ну, или коты, животные, которые сами по себе живут. Ну, в том плане, что не очень-то, они нуждаются как бы в тебе, как у владельца. Ну, понятно, что ты должен им ход обеспечить, внимание и так далее. Хорошее слово, должен обеспечить. Ну, они это воспринимают, да, да, они воспринимают это по умолчанию. Действительно ли у всех кошек такой характер? И собачнику кошку не завести, например. И если завести, то тогда какую? Нет, у всех кошек разный характер. То есть, вот у меня до этого на передержке жил котик, и он всегда вместе с моей собакой прибегал к двери, когда ты приходишь. Так же встречал тебя. Он очень сильно плакал, когда собака уходила на улицу. То есть, он был одинок, он прям садился под дверь и начинал плакать. Котик, воспитанный собакой. Это тот самый пример. Расскажите немножко, есть ли у них уже клички, и что вообще, как их приучить? Сколько им, получается, месяцев? Ну, подожди, Моинка, не кричи, ну не кричи, вот давай на камеру посмотрим. Месяц, два месяца, два месяца. Все, он так кричит, что все уже немного нервничают из-за того... Ну, его же надо показать. Да, мы напоминаем, вот как раз сейчас на экране был телефон. Если вдруг кто-то все-таки решится эту прессию, я думаю, что такие обязательно найдутся забрать кого-то из этих прелестников. Домой, а может быть, всех сразу, напомните еще раз, телефончик нам. Вы можете зайти в группу и выбрать любого другого животного. То есть у нас и котят полно, и разных цветов, размеров, возрастов, характеров. Подберем вам самого-самого лучшего. Вот такие-то осенью, мне кажется, самое трудное. Рыжие, рыжие, осенние котики. И сразу вспоминаю, что это вот, когда он появился у тебя дома. Вот успокоился, любит тепло. А еще вот выяснилось, что тот питомец, который у меня нурком, чей-то будущий, очень любит песни. И мы тут купили песни, чтобы он не ругался и не кричал. Так что вот этот кот подойдет в музыкальную семью. Кстати, кошки часто, на самом деле, подпевают, как показывают в мультфильмах, в фильмах, голосят собаки, например. Мне кажется, собаки все-таки больше такие звукостичные. То есть это будет идеальный слушатель? Да, в общем, и возьмите себе этот питомцы, и воспитайте его, в общем-то, под свой характер. Напомню еще раз, три очаровательных котенка и Виктория Мелькевич, с ними куратор общества бездомных животных, хатико у нас была. И мы надеемся, что они действительно найдут приют и найдут свой дом. Ну, а мы не будем уходить далеко от семейной темы, наверное, и поговорим про творчество. Ну, тоже, да, тоже про такой про очаг и про творчество в семье. Все-таки, наверное, когда вся семья к нему каким-то образом относится, это наиболее приятно, ярко и замечательно. Про такой фестиваль, краевой, между прочим, мы сейчас и поговорим, вернее, Виктория Лазарева про него расскажет. Продолжение следует...